Тулики, да, на посадку картофеля. И начали сажать картофель уже с середины апреля. Вот. Но потом, как всегда, погода внесла свои коррективы, да, к нам вернулись холода, причем холода с осадками, с осадками в виде дождя и снега. И большая часть производителей, как ежегодно традиционно, выезжают, выехали на майские праздники сажать картофель. Вот. Но и в мае тоже погода преподнесла ряд сюрпризов, да, начались дожди с середины мая, и, соответственно, они мешали осуществить посадку, они просто не позволяли ехать в поле. Вот. Поэтому посадка очень сильно растянулась. Она началась, как я уже сказал, с середины апреля. И во время первых объездов по Рязанской области клиентов мы отмечали интересную картину. С одной стороны, дороги мы смотрели на всходы картофеля, оценивали процент поражения резактонии, а с другой стороны, дороги производитель еще осуществлял посадку. И это было 26 июня. Таким образом, картофель сажали более 2,5 месяца в сезоне 2020 года. Вот. Но, как я уже сказал, мы отмечали возврат холодов, да, первый картофель попал под снег, потом проливные дожди. И мы отмечали большое количество выпадов. Выпадов картофеля где-то это было 20-30%, а где-то и более 50%. Эти выпады связаны не только с довольно-таки сильным развитием резактонии, да, но в том числе и с благоприятными сложившимися условиями для тех же бактериозов. Вот. Но к чему все это я, друзья, рассказываю? К тому, что я сейчас хочу поделиться с вами опытом Нижегородской области, когда картофель был тоже посажен очень рано, 2 мая. Почва была еще очень-очень холодная, да, но тем не менее я расскажу о результатах, которые были получены на финише. Они просто восхитительные. И расскажу, каким образом удалось этого достичь. Итак, я сказал о том, что посадка была довольно длительное время, более 2,5 месяцев, да, и довольно-таки сложные условия. В сложных условиях оказались растения картофеля, но тем не менее в условиях Нижегородской области был очень похожий опыт, когда картофель был посажен очень рано, да, 2 мая в непрогретую землю. Но тем не менее, хозяйство, ну, применив ряд различных агротехнических приемов, получило очень классный урожай. Сейчас я вам расскажу, как это получилось достичь. В каком состоянии находится картофель, посаженный в начале мая, посаженный в начале мая. Так, вот мне почти удалось достать клубень. Клубень, как это все выглядит. Что мы видим? Мы видим очень хорошо сформированную корневую систему. Мощные, здоровые, чистые, без какой-либо инфекции, сталоны белые. Ну, это неспроста, потому что при посадке применялся селестоп 1,2 литра на гектар и юниформ 1,5 литра на гектар. Ну, сейчас выкопаем еще один клубень и посмотрим. И посмотрим. Так, ну, здесь, в принципе, то же самое. Сталоны чуть-чуть, может быть, послабее, чем выкопал первый клубень. Но, тем не менее, корневая система тоже хорошая, мощная, крепкая и чистые, здоровые сталоны. Коллеги, к чему я показываю это видео? К тому, что даже в таких вот жестких условиях, да, низкой температуры почвы, да, несмотря на то, что семена там были предварительно прогреты, да, именно на первоначальных этапах роста и развития применения эффективных, надежных продуктов, которые позволяют нивелировать вот те неблагоприятные факторы, которые складываются, да, оно позволяет получить в последующем довольно-таки дружные, ровные всходы, да, что способствует в дальнейшем раскрытию потенциала растений картофеля, да. И вот я хочу вам показать чуть дальше, как выглядел картофель, да, в конце первой декады июля. Смотрим, друзья. 10 июля, Нижегородская область, сорт Коломбо. Посадка 2 мая. Завязала огромное количество клубней. Клубни ровненькие, гладенькие, красивенькие. В качестве продукта для защиты семян использовалась баковая смесь. Юниформ 1,5 литра на гектар совместно с Селестом Топ. 1,2 литра на гектар. Так, давайте копнем еще несколько кустиков. Так, тяну. Довольно-таки тяжело, но идет. Так, посыпались клубишки. Так, копаем то, что у нас осталось в земле. Есть еще несколько клубней. Так. Опа, опа. Ну, то же самое примерно. Тоже. Так, сейчас возьму калибратор. Покажу. Средний размер. Пятерку. 50 миллиметров. Ну и средний какой-нибудь клубень, скажем вот. Так, что получается? Что получается? То есть, не проваливается клубень. Не проваливается. Так, честная пятерка. Даже 55. На 10 июля. Июля. Так, ну, примерно растения все плюс-минус одинаковые. Вот такая картина. Напомню. Протравитель Селестоп с юниформом. Да, не показал междурядье. Использовался боксер. Боксер, кроме хвоща, собственно говоря. Ничего больше-то и нету. Вот так вот выглядит картофель. Друзья. Довольно-таки чистый. Не сказал, здесь применялся изобион. Полтора литра на гектар. Десять дней назад. Сегодня Десятое число. Изобион применялся Полтора литра на гектар. Совместно С Редомилом. Редомил Голдом. Два с половиной Килограмма на гектар. Сегодня вечером будет проведена Еще одна обработка. Реву Стопом. 0,6 литров на гектар. Вот. Так же будет добавлен изобион. Литр на гектар. И Ориентировочно Где-то числах В двадцатых. То бишь через десять дней. Может быть в двадцать пятых. Руководитель хозяйства Принял решение О уборке. Ну Посмотрим, что будет дальше. Пока картофель Хороший. Крупненький. Друзья. Я несколько раз акцентировал внимание Именно на десятом числе Да, десятое июля Кто-то из вас скажет, что Ежегодно традиционно При посадке картофеля В конце апреля Да, в начале мая Мы получаем ранний картофель Да, к этой дате Ну Не к этой, может быть там Пятнадцатого, двадцатого июля Но Увы, друзья Двадцать двадцатый год Это исключение И даже Ранние И ультра Ранние сорта Такие как Ривьера Импала И Коломбо Они К середине июля Не сформировали Нормальный урожай Да Ну Чтобы можно было копать Там Я говорю о хотя бы Двадцати пяти тоннах Товарного картофеля Этого не произошло Это связано Как раз С теми погодными условиями О которых Я говорил То есть Холодная весна Картофель Очень-очень Медленно Просыпался Очень медленно Рос Но Здесь как раз Вот Удалось Получить Вот этого Хорошо сформировавшийся урожай С хорошей товарностью К десятым числам За счет как раз Вот Применения Ну Ряда Агротехнических приемов Да Это хорошая защита То есть Отличный старт Да Хорошее развитие корневой системы Чистые здоровые Сталоны Потом Грамотные применения И вовремя Стимулятора Роста Да Изобиона Двукратно Они позволят сформировать Очень-очень достойный урожай Единственное Как бы Хочу рассказать Каким образом Сложились дальше Условия 20-25 Июля Хозяйство Не поехало На уборку Да В это время Шла десекация Химическая Вот Они поехали на уборку Потому что Просто-напросто Не было хорошей цены К этому времени Потому что На югах Было тоже Значительное запоздание По времени Там тоже были Холода И пришел Картофель В ритейл Там В сетевые точки Рынки С югов И цена Южного картофеля На то время Была в районе 10-12 рублей И соответственно К концу Середины Конец июля Цена у нас Сложилась 8-9 рублей Хозяйство Приняло решение Подождать С реализации Участок был В 2 этапа Зареглонен Первая часть Была зареглонена 20-го числа Вторая часть Поля 25-го И конец поля Это В конце Июля Была сделана Химическая Десекация И вот Та часть На которой В первую очередь Была сделана Химическая десекация Было получено 45 тонн Картофеля Товарного На мойку И соответственно Последняя часть Поля Где в конце Июля Была Десекация Проведена Получили 65 тонн Товарного Картофеля Который Весь Пошел На мойку Друзья Ну вот Это одна Из особенностей Сезона То есть Длительная Посадка Картофеля Низкие Температуры Медленное Развитие То есть Большое Количество Выпадов Но тем Не менее Вот На примере Нижегородской Области Я рассказал О тех Агротехнических Приемах Которые Позволили Минимизировать Нивелировать Вот эти Неблагоприятные Факторы Да И получить Очень-очень Достойный Урожай Вторая Особенность Сезона Заключалась В том Что уже С конца Июня Месяца У нас К нам Пришла Аномальная Жара Да Такая Южная Можно сказать Столбик Термометров Шкалили Температурные Значения Были К 30 Градусам И вот Эта Жара Она Продержалась С конца Июня До конца Июля И я Хочу Сейчас Показать Вам К чему Это Привело Смотрим Друзья Добрый День Дорогие Друзья Сегодня 18 Июля Нижегородская Область Картофельное Поле Сорт Балтск Роуз Хочу Показать Вам Что происходит Сейчас С картофелем После Высоких Температур Которые Сложились Последние Две Недели Вместо С того Чтобы Формировать Клубни Клубни Растение Картофеля Стало Формировать Новые Стебли Вот видите Вы Вместо Того Чтобы Вот здесь Должны Клубишки Образовываться Но нет Этого не Произошло Образуются Новые Стебли Новые Стебли Вот так Это все Выглядит Причем Есть Особенность То что Верх Верхний Как бы Контур Корневой Системы Да Вот обычно Здесь Как правило Страдает Больше всего Потому что Это верхняя часть Гребня Здесь Земля Больше Прогревается И соответственно Здесь Вероятность Вот такого Проявления Выше Снизу Снизу Там где Все таки Температура Была чуть ниже Здесь Образовались Небольшие Клубни Вот таким Образом Это сейчас Выглядит Если посмотреть На гребень Непосредственно То что Мы видим Образуются Образуются Новые Вот такие Стебли Вот они Пошли Вновь Из земли Были Основные Стебли Да Вот они И здесь Значит Столоны Поднимаясь Вверх Образуют Стебли То есть Вот Мы это видим Сейчас Выдернем Это растение Ух ты Очень тяжело Очень хорошо Сформирована Корневая система Сейчас я Покажу Как это Выглядит Вот Ну собственно Говорят Та же Самая Картина Вместо Столонов Образуется Стебель И вот Тот Картофель Который Был Ранее Наклюнут Вот он Сейчас Остановился До этого Я находил Растение Где Из картофеля Выходила Стрела То есть Шел Новый Новый Побег Вот таким образом Сейчас выглядит Картофель Да Вот все Верхние Вся верхняя Закладка Вот здесь Должны быть Клубни Но нет Формируются Стебли Сейчас Как может Развиваться Ситуация Дальше Вот на Вновь Сформировавшихся Стеблях Будут Формироваться Новые Столончики Вот здесь Вот и будет Новая Закладка Вот мы Сейчас Ее Наблюдаем Вот Ну Это Приведет К тому Что Будет Однозначно Более Позднее Созревание И Будет Неравномерность По клубням Будут клубни Крупные Будут клубни Мелкие Соответственно Придется Дольше ждать Картофель Дольше ждать Когда он Сформирует Нормальный Урожай Вот такая Ситуация С Балтикой Балтик Роуз Нижегородской области Друзья Что хотелось С этим слайдом Сказать Уже Этим видео Да Уже С пятых чисел Июля месяца Ко мне Поступало Огромное количество Звонков Я получал Огромное количество Видео Да И фотографии В различных Мессенджерах С вопросом Что происходит И что делать На сортах С длинным Периодом Вегетации Даже не то Чтобы длинным А все что 80 дней И более Особенно Это проявлялось На сортах 90-100 дней Период Вегетации Началось Вот такое Израстание На что Я вас всех Успокаивал Говорил Ребята Запасайтесь Терпением Планируйте Дополнительные Фунгицидные Обработки И при снижении Температуры Применяйте Стимулятор Свойственные Момент Убирать Кожуру До 55-ти Поздно Картофель Сегодня Сегодня 10-е Июля Картофель Сорт Сорт Мерлот Хочу Мелкого Мелкого Только вышедшего Послена Но тот Который Был Послен Он На 90% Высох Ну ты что Наделал Ничего Не завис Сказать вам Эффективность Данной Баковой Смюти Против Щирицы Очень Сильное Засорение Именно На этом Участке Щирицы Сейчас Я покажу Общий Фон Поле И вы В этом Убедитесь Вот это Вот Желтеющая Травка Это есть Щирица Она Засыхает Прошло Две Недели После Обработки На поле Было Огромное Количество Послена Но Послен Был Мелкий И он На 90-95% Весь Высох Но Пошла Вторая Волна Довольно Таки Опять Много Его Вот Такой Маленький Посленчик Он Только Только Вышел После Прошедших Дождей А так Хочу Показать Сколько Его Высохло То есть Данная Баковая Смесь Боксер 3 литра На гектаре 300 грамм 600 метри Бузина С поставленной Задачей Справились На отлично Чуть позже Сниму продолжение Покажу Что происходит С этой Щирицей Итак Друзья Вот это Один из ярких Примеров Когда Хозяйство Вовремя Не смогли Войти В поле Для того Чтобы Обработать Посадки Картофеля Гербицидом Вот это Сейчас Таким образом Выглядит А на момент Обработки Щирицы Которая Была Переросшая Она была На две головы Выше Картофеля И после Обработки Она встала Картофель Догнал ее И стал Притеснять Все вы знаете Этот сорняк Растает Она До безумных Размеров Человеческие Росты Даже выше И в последующем Имеет Очень-очень Мощный Стебель Он затрудняет Конечно И Диссикацию Там будет То химическая Или механическая И в последующем Затрудняет Механизированную Уборку Вот Но кто-то Скажет Что да Она отросла Ничего подобного Друзья Сейчас я вам покажу Как выглядело Поле Спустя определенный Примежуток времени В августе Месяце Смотрим Друзья Друзья Всем добрый день Сегодня 5 августа Ранее я снимал Ролик Показывал Эффективность Боксера С метрибузином И В своем ролике Я показывал Как работает Эта смесь По щирице Помните Вот такая вот Сухая Сухие листья Были У щирицы И вот на 5 августа Поле Выглядит Вот таким образом А та щирица Которая была Выше картофеля Она была Очень сильно Обожжена Баковой смесью И в данный момент Мы видим Также угнетенную щирицу Она расти дальше Не стала Какой она Собственно говоря Была Такой она И осталась Вот таким образом Сейчас выглядит поле Если вот Чуть ниже Присесть То видно Вот эти вот Макушки Макушки Щирицы Которые дальше Не растет То есть Вот в таком виде Она сейчас Находится Друзья И вот собственно говоря В таком виде Вот это август Мерлот убирался В конце октября Поле Собственно говоря До момента уборки Было в таком виде И даже делали Химическую диссекацию А щирица Это высохло И в последующем Даже не делали Механическое удаление После химической диссекации А убирали Картофель напрямую И вот те Сорнячки Которые условно Остались Да Они никаким образом Не препятствовали Механизированной уборке Вот Но хочу вам еще Показать Очень интересный Такой опыт Да Я не призываю вас Делать так Но я просто Огромное количество Времени провожу На полях Да Уже много лет Работаю с картофелем Но ничего подобного До Сезона 20-го года Не видел Да Вот это вот Яркий пример Когда хозяйство Просто-напросто Не смогли въехать В поле Это была Последняя посадка Очень быстрые Всходы И начались дожди И хозяйство Не успело въехать Для формирования Грибней На картофеле Друзья Смотрим Как это было Когда мы приехали На поле Не сразу было понятно Что Здесь картофель Огромное Просто Огромное Количество Сорняков Очень высокий Картофель Сейчас чуть позже Я покажу Друзья Идет формирование Грибней Часть конечно Сорняков Механически Удаляется Вырезает Бузлиеровская Креза Но большая Часть сорняков Вместе с картофелем Она остается Заваливается Землей Да Вот я Показываю Какое количество Сорняков Даже сложно Первоначально Найти Картофель Был Конечно Заковое засорение Куриные просы Но много было И удольных Сорняков В том числе Таких сложных Как Лебеда Да Ну вот Пысота Сорных растений Где-то 30-40 сантиметров Ну и соответственно Картофель Чуть ниже Вот Друзья Видео длинное Да И хочу показать Что получилось В итоге Но перед тем Как показать видео Хочу сказать Что Картофель Обычно После формирования Гребня Если он на выходе Он входит Всходит На второй Тире Третий Ну максимум Четвертый день Здесь картофель Конечно Всходил Не всходил Да Так сказать Вставал После того Как на него Навалили Вот эту вот Массу земли Практически Неделю Да И соответственно Совместно с ним Встал и тот Сорняк Который Был Завален Друзья Но в последующем Хозяйство Также приняло решение Применить боксеры Потому как Других Собственно Говоря Продуктов Которые Негативно Не повлияли На картофель Нет Да И смотрим Что из этого Получилось Итак Доброго дня Друзья Сегодня 11 августа И я хочу Вам в продолжении Показать Вот такое Видео Ранее Я снимал Ролик Где Было Очень Позднее Гребнеобразование Где Очень сильно Был заросший Картофель И гребнеобразующая Фреза Засыпала Бедный Картофель Вместе С сорняками Хозяйство Обработало В последующем Баковой Смесью Данный Участок Баковой Смесь Была Боксер 2,5 литра И 250 Римсульфурон 15 грамм На гектар И вот На сегодняшний День На 15 На 11 Извиняюсь Августа Поле Выглядит Таким Образом Да Безусловно Есть сорняки Но Сорняк В основном Злаковый Да Это Просинейка Вот Она Таким Образом Выглядит Но В целом В целом Поле Довольно Таки Чистое Еще раз Повторюсь Было Обработано Баковой Смесью Боксер 2,5 литра На гектар Плюс 15 грамм 250 Римсульфурона Засорение В основном Осталось Только Злаковыми Сорняками Только Злаки Остались Друзья Вот таким Образом Значит В конце Первой декады Августа Выглядело Поле Да Вот я Говорю о Злаковых Сорняках Мы Конечно Давали Рекомендации Применить Фюзелат Форта Но Просто По техническим Причинам Хозяйство Не Смогло Провести Эту обработку Если Была бы Сделана Еще Обработка Фюзелат В норме 1 литр То Поле Было бы Просто Чистейшее До Самого Момента Уборки Вот Итак Друзья Вот Я собственно Говоря Рассказал Про Три Ключевые Особенности Сезона 2020 Года Да Это Еще раз Повторюсь Это Очень Длинная Посадка Картофель 2,5 Месяца Это Неблагоприятные Условия Для Картофеля Это Сначала Возврат Холодов Потом Огромное Количество Осадков Да Это Израстание Картофеля Сортный Период Вегетации Да И Проблема Сорняков Да Но Несмотря На Вот Те Сложности С которыми Столкнулись Производители Я Показал Ряд Ярких Примеров Когда Удалось Нивелировать Благоприятные Факторы И В конечном Счете Получить Можно сказать Запланированный Урожай Хорошего Качества И С высокой Товарностью И Сейчас Я хочу Вам Рассказать О результатах Опытов Которые Были У нас Сезон Сезон Года Забегая Вперед Хочу Сказать Что Опытов У нас Было Довольно Много Но Так Как Мы Сегодня Очень Ограничены По Времени Я Расскажу О Двух Ключевых Из них Вот Но В последующем Хочу Пообещать Вам Что Со всеми Результатами Вы Ознакомитесь Потому Как Мы Сейчас Занимаемся Подготовкой Брошюры В которой Собственно Говоря Все Вот Эти Результаты Опытов Будут Размещены И В ближайшее Время Вы Сможете С ними Ознакомиться Итак Друзья Один Из Опытов Был Чуваши Проведен Во всем Вам Водилась 15 Мая Картофель Сажался На Продовольственные Цели Предшественник Зерновые Сорт Гаутри Терепродукции Между Рядей 75 И Частота Посадки 42 Тысячный Гектар Суть Опыта Заключалась В следующем При Прочих Равных Условиях Использовались Различные Продукты Да Вот Мы Здесь Видим В таблице И Их Комбинации Для Защиты Посадочного Материал Собственно Говоря Вот Здесь Представлены Нормы Да И Что Касается Учетов Результатов Опыта Да Смотрели Резактонию На момент Полных Всходов Да Резактонии Не было Вообще В варианте Селестом Топ Да Друзья Но напомню Посадка Середина Мая Да Ну и В варианте Номер 2 В варианте Номер 3 Резактония Все-таки Проскакивала Мы Отмечали Паршу По всем Трем Вариантам Да Ну где-то Было Ее чуть Больше Где-то Чуть Меньше Ну и Был Отмечен Небольшой Процент Деформированных Клубней Друзья И 19 августа 19 августа Мы учитывали Биологическую Урожайность И сейчас Я хочу Вам показать Как это Было Итак Друзья Мы добрались До базы Слава Картофеля Где собственно Говоря Обработали Все три Варианта Напомню У нас Разница Была В том Что При посадке Использовались Различные Продукты И смеси Баковые Для защиты Посадочного Материала Это Фузиоксанил С дефеноконазолом 1,2 литра На гектар И медеклоприд С фипронилом 0,7 литра На гектар Второй вариант Опыта Это Кутианидин С пенфлуфеном 1,2 литра На гектар И собственно Говорят Третий вариант Это Селестоп 1,2 литра На гектар Вот На сегодняшний день На 19 августа Картофель Галла Да Треть репродукции Выглядит Вот таким образом Вот В среднем получается Где-то С куста 20 клубней Да Вот тут 100-110 клубней С 5 кустов 5 кустов Мы брали подряд Копали Это получается 1,3 м При ширине Между ряде 75 сантиметров Вот И обратите внимание Вот здесь Внизу Синим маркером Написаны цифры Вот 4,2 м 4,5 м Грубо говоря И 5,4 м Это Собственно говоря Масса Масса Пяти С пяти растений Клубней Визуально Может быть Кто-то скажет Что образцы Очень похожи Да Действительно Сходство есть Хотя Вот Самые крупные Да Самые Так сказать Красивые Клубни Получились В варианте Селестом Топ И здесь Собственно говоря Получилась Самая большая Масса Практически Пять с половиной Килограмм С пяти клубней То есть Чуть больше Килограмма На одно Растение Вот Ну Повторю Сегодня 19 августа К сорту Галли Расти Еще как минимум Две с половиной Три недели И в сентябре Числа В десятых В пятнадцатых Может быть В двадцатых Мы приедем Как бы уже Посмотреть На урожайность И качество Картофеля Который Пойдет Уже Через Комбайн Через весы Вот Друзья Таким образом На девятнадцатое число Выглядят Образцы Итак Друзья Что касается Обработки Результатов Биологической Урожайности Вот данные Собственно говоря Представлены В таблице Что касается Количества Стеблей Оно плюс-минус Было Равно Как я уже сказал На видео От 21 до 23 кустов Количество клубней Также плюс-минус Был одинаковый Но вот Биологическая урожайность Она Значительно Отличалась Самая высокая Биологическая урожайность Получилась в варианте Селестом Топ 45,5 тонн С гектара Наименьшая Соответственно В третьем Варианте 35 То есть Разница Составила Чуть более 10 Центимер И соответственно Товарность Товарность Тоже колебалась От 51 до 59 Процентов И урожайность Именно Товарного Картофеля Тот Который нам Интересен Она была Также Наивысшая Варианте Селестом Топ Порядка 27 Тонн И в варианте Номер 2 В варианте Номер 3 Соответственно Чуть ниже Но друзья Опять же Оговорюсь Это 19 Августа 19 августа Картофель Рос Еще Целый Месяц И Товарность Урожайность Продовольственного Картофеля С учетом Процента Товарного Картофеля Составила Чуть более 40 Тонн По факту В хозяйстве Рассчитывая Экономическую Эффективность Мы получили Следующие данные Как я уже Сказал Все прочие Условия Мы взяли За единицу Так как Они были Идентичны И собственно Условия У нас Включались Только В продуктах И их Комбинациях Которые Используются Для защиты Посадочного Материала И собственно Говоря Вот в этой Строке Мы взяли Колонки Стоимость Затрат По вариантам Именно На Защиту Посадочного Материала Она колебалась От 9 Тысяч До 12 По вариантам Вот И умножив Урожайность Товарного Картофеля Биологическую Урожайность На среднюю Цену Реализации Вот я здесь Взял 14 Рублей Потому Как Ранее Оговаривалось Что С осени Картофель Торговался Где-то От 8 До 10 Рублей В среднем 9 Рублей Цена Реализации Была Сейчас Цена Реализации В среднем 16 18 Ну Поэтому 14 Рублей Я беру Среднюю Стоимость Реализации Да И умножив Вот эти 14 Рублей На Урожайность Мы получаем Стоимость Товарной Фракции С гектара И из этой суммы Вычив затраты Которые пошли На обработку Посадочного Материала Мы получаем Стоимость Гектара Полученной Продукции Уже за вычетом Затрат на обработку Семян И собственно говоря Самая высокая стоимость У нас получилась В варианте Селестом Толп 366 Тысяч Тогда как Самый Худший Так сказать Вариант Показал 255 Тысяч С гектара Друзья Вот Это один из опытов Второй Не менее Интересный Опыт Был Проведен В условиях Нижегородской Области В Арзамасском Районе Тоже Хозяйство Я думаю Всем вам Известно Это ООО Латкин Суть опыта Заключалась Также В том Что Используются Различные Продукты И схемы Для защиты Посадочного Материала Здесь Единственная Схема Более Сложная Потому Как Главный Агроном Чудаковасов Алексей Анатольевич Человек По-настоящему Уникальный Делает Самые Не знаю Безумные Опыты Да И собственно Говоря В сезоне 2020 года Мы попросили Поучаствовать В этих Опытах Вот собственно Говоря Четыре Схемы Нормы Но дальше Чуть будет Видео Я поподробнее Расскажу Об этом И условия Условия Опыта Это посадка 5 мая Предшественник Озимая Пшеница Сорт Галла Второй Репродукции Осадка На гектар В клубнях Удобрения Калий-магнезии 350 кг Диамофоска 800 кг И аммиачная Селитра 120 грн Образующую Флизу И все Это друзья На междуряде 90 сантиметров Сейчас я покажу Вам Как мы учитывали Биологическую Урожайность 1 сентября Смотрим Друзья Итак Добрый день Друзья Сегодня 1 сентября Не подумайте Мы не на рыбалке Мы находимся На насосной станции В Розамасском районе В Евгене Евгеньевиче Латкино Где собственно говоря Мы проводили Учет Учет Биологической Урожайности И определяли Качество По различным Вариантам Обработки Обработки Посадочного Материала И вот сегодня 1 сентября Я хочу поделиться С вами Предварительными Результатами То что мы Получили Итак Вариант Номер 1 Это Селестоп 1,2 Литрный гектар С фипронилом 70 грамм Вот таким образом Выглядят клубни Клубни чистенькие Фракция Ровненькая Но при этом Товарность Немножко Немножко Не совсем та Которую Планировало Хозяйство Получить Потому как Было Жарко Три недели Картофель не рос И все таки Пока среднюю Фракцию Мы видим Вариант Номер 2 Это квадрис 2 литра На гектар Узиоксанила 800 грамм Фипронила 70 и тем не так Само литр Ну а тоже Очень-очень Достойный вариант Клубни Также Выглядит Очень хорошо Вариант Номер 3 Это Полтора литра Юниформа Фипронила 70 грамм И тем не так Само 1 литр Этот вариант Конечно Бьет все рекорды Сегодня Здесь больше всего Завязалось клубни Клубни Крупные Вот И вариант Номер 4 Там где использовался Куртианин С первым Клубеном Полтора литра На гектар И те же 70 грамм Фракция Ну а что можно сказать Здесь Клубни По фракции Довольно Неплохо Выглядит Да есть И пятерка И семерка Но обратите внимание Огромное количество Парши Парши Ну и товарный вид Конечно Не совсем Вот тот Который Как бы хотелось Хозяйство увидеть Итак 4 варианта Значит Клубни С первым Куфеном И фипромилом Вариант С юниформом Вариант С квадрисом И вариант С селестом Топ Обратите внимание Вот в углу Каждой табличке То есть Вот здесь Прописаны цифры Это вес 5 кустов 5 кустов По вариантам То есть 6,9 кг Вариант номер 1 Вариант номер 2 7,2 кг Вариант С юниформом Как я уже сказал Бьет все рекорды 8,8 кг И соответственно Четвертый вариант 6,5 кг Вот такую Друзья Картину Мы имеем На 1 1 сентября В междуряде 90 сантиметров Частота посадки 41 тысяча Получается В районе 45-47 Тон На сегодняшний день Но повторюсь Это биологическая Урожайность Потому как Вот эти 4 ряда Клубней Они пока Не попадают В товарный картофель Дальше будем Держать вас В курсе Как будут Развиваться события Посмотрим Что покажет Комбайн Все друзья Всем пока Итак Друзья Это результаты Биологического Учета На 1 сентября Но картофель Собственно говоря После того Как мы проводили Эти учеты Рос еще активно Практически месяц Убирался он В конце Сентября Но Какие Какие данные Мы получили Смотрите Вот касательно Резактония Как я уже сказал Картофель был посажен 5 мая И резактония В принципе Присутствовала На всех вариантах Единственное В вариантах Все-таки Созоксистробином Там где был Квадрис и униформ Ее было Чуть меньше Чем в варианте Номер 1 И в варианте Номер 4 Касательно Парши обыкновенной Она также присутствовала Во всех 4-х вариантах Но В вариантах Опять же Созоксистробином Ее было Значительно Меньше Присутствовал Незначительный процент Деформированных Клубней Но Так чтобы Были там Изорванные Изуродованные Клубни В большом Объеме Я бы не сказал Вот По количеству Стеблей С Значит С 5 Кустов Да Здесь тоже Было все Плюс-минус Очень похоже От 24 До 28 В зависимости От вариантов А вот Количество Клубней Которые В итоге Как бы Завязалось На этих стеблях Оно отличалось И самое большое Вот 113 Клубней Было в варианте С Униформы И в последующем В этом варианте Мы насчитали Самую высокую Биологическую Урожайность Да В районе Семидесяти Четырех Тон Вот Товарность Она плюс-минус Тоже была Очень похожей От 62 До 67 Но Биологическая Урожайность Товарного Картофеля В пересчете На товарность Она также Оказалась Наибольшей В варианте С применением Юниформы И составила 49,5 Тон С гектара Вот Но Как я уже сказал Эти учеты Были на 1 Сентября В последующем В конце Сентября Была уборка Комбайном И урожайность Товарного Картофеля В варианте С юниформом В последующем После комбайна Составила Практически 51 Тон С гектара Ну и Расчет Экономической Эффективности Показал нам Позволил нам Получить Следующие Данные Друзья Как и В варианте Со славой Картофеля Все прочие Факторы Были Идентичные Поэтому Здесь Мы За разницу Берем Только стоимость Затрат По вариантам На продукты Для защиты Посадочного Материала Здесь Они колеблются От 12 тысяч До 22 Так скажем Округленно Пересчитывая Стоимость Товарной Фракции С гектара То есть Урожайность По вариантам Умноженной На среднюю Стоимость 14 рублей С гектара Мы получаем Стоимость Товарной Фракции С гектара И Убрав Отсюда Затраты По вариантам Собственно говоря На защиту Посадочного Материала Мы получаем Стоимость С гектара Полученной Продукции За вычетом Затрат На обработку Семян И здесь Она получилась Самая высокая 670 тысяч Рублей В варианте С юниформа Вот Друзья Вот Такие Собственно говоря Данные Мы получили По опыту В хозяйстве Латкин Как я уже сказал Опытов было Довольно-таки Много В сезоне 2020 года И в ближайшее время Вы все Получите Брошюру Нами подготовленную В которые Все данные Будут опубликованы Друзья У меня Собственно говоря Все О чем я хотел Вам рассказать И поделиться Сейчас я Передаю слово Своему коллеге Антону Александр В чате Еще вопрос По поводу Боксера Следующая Презентация Будет Антона Он как раз Расскажет Очень подробно Про опыт Ты можешь В двух словах Сказать Твое видение Оптимальная схема Применения боксера Для защиты Картофеля От сорняков Ну вот Здесь довольно-таки Сложный вопрос Что Как бы сказать Говорить об оптимальной Да у нас есть Рекомендации У нас есть Официальная регистрация Но Честно говоря Последние 2-3 года Мы от нее здорово Отходим Да потому как Боксер у нас Зарегистрирован Когда всходовый продукт Или Ранний После всходовый Но Опыты показывают Что наиболее Эффективно Применение Все-таки Его дробно В несколько этапов И по всходам Когда сорняк Находится На фазе всходов Не более Полутора-двух Сантиметров Боксер Прекрасно работает По послену Вот как я показал 95% послен В норме Даже 3 литра Он снимает Прям Просто На ура Но При условии Что послен Небольшой Там есть Особенности По увлажнению Почвы И по Времени Выпадения Осадков Или полива Потому что У ряда Сорняков Есть Такая защитная Как бы сказать Такая защита В виде налета И зачастую Одна и та же Норма Боксера Будь то в чистом виде Или в баковых смесях Всегда показывает Себя по-разному Вот я показал Пример Как сработал Боксер По очень сильно Переросшим Сорнякам А после Полива Картофеля То есть Не полива Прошел дождь И было принято Решение Сразу зайти С боксером Потому как Наиболее уязвимо В данный момент Сорняки А так По-хорошему Боксер Прекрасно работает Как в чистом виде Так и в баковых Смесях С тем же Метрибузином С тем же Вимсульфуроном Но Друзья Лучше применять Боксер По всходам Сорняков И в несколько Этапов Можно применить Скажем там Те же и полтора литра И два И два с половиной литра В зависимости От конкретной Какой-то ситуации Вот такого Единого Универсального Решения Одинакового Хорошего для всех Его к сожалению Нету Поэтому Можно Каким образом Поступить В каждой территории Есть сотрудники Нашей компании Которым Можно Ну не знаю Прям В онлайн Так сказать Обратиться Либо позвонить На вайбер Или ватсап Либо отправить Фотографию Сотрудники Могут ее Перенаправить Мне Или Ну Делать Какие-то Рекомендации Тут же Да То есть Вот сейчас Говорить зимой О том Как лучше В какой норме Применить боксер Но Но В целом Ты прокомментировал Общие подходы А конкретика Конечно Надо смотреть По каждому полю Согласен полностью Да Да Но Как показывают Данные опытов Лучше всего Когда Окс Применяется В два В три Этапа Совместно То есть В баковых смесях Совместно С римсольфуроном Или метрибузином Спасибо большое Или же Друзья Еще есть Как вариант Вот последние Те же Там Два Три Года Мы Катаем Его С нашим Ну Всем Известным Гизогардом Прометрином Это там Вообще Бомбические Просто Результаты Мы Наблюдаем Отмечаем Не только По Чистоте Посадок Картофеля Но и По Урожайности И выходу Товарной фракции Потому Как многие Компаньоны Для боксера Они С одной стороны Вроде бы Тем же сорнякам Но мы забываем Про Ту фитотоксичность Которую Они оказывают Зачастую Мы ее не видим Но В последующем Мы ее ощущаем Когда Убираем Картофель Сейчас Как раз Следующий опыт О котором Расскажет Антон Здорово Проиллюстрирует Эту тематику И эффективности И фитотоксичности Что Я думаю Добрый день Коллеги Меня зовут Садыков Антон Я занимаюсь Полевыми опытами На нашей площадке Овощной город В Коломенском районе Московской области Я думаю Многие из вас Об этой площадке Слышали Многие из вас Там бывали К сожалению В 2020 году Усвои Сложились так Что Полевого мероприятия Там не было Но опыты Проводились И об одном Из множества Опытов Которые там Были заложены В 2020 году Я вам сегодня Расскажу А именно О Гербицидной защите Картофеля От сорняков Расскажу Все подробно Насколько смогу Без утайки Всю правду Что было на поле То И прозвучит сегодня В моей презентации Но сначала О погодных условиях Которые сложились В 2020 году На нашем Опытном участке Картофель Посадили мы Достаточно поздно В конце мая 28 мая И сразу После посадки Картофеля Начались проливные Дожди Достаточно Долгое время Лил Просто Нескончаемый Ливень В течение Недели После посадки И это Конечно Сыграло На Картофеля И на Результатах Опытов Тоже Влияние Было Ну Такие же Проблемы Есть В плане Гербезинной Защите Картофеля Это Во-первых Труно Контролимые Сорняки Это Например Послен Черный Или Подмаринник Цепкий Также Есть Сорта Картофеля Которые Чувствительные К метребузину Эту информацию Часто Предоставляют И семенные Компании В характеристиках Сорта Некоторых Характеристиках Это Прописано К тому же Метребузин Может Вызывать Фитококсичность У многих Культурах Все в обороте И есть Зерняки Которые Устойчивы К метребузину Тот же Послен Черный Например Что касается Римсклифурона Его Не рекомендуется Использовать На семенных Участках Потому что Фитоксичные Симптомы Очень схожи С проявлением Вирусных Заболеваний Римсклифурон Слабо действует На Однолетние Двудольные Сорняки И Не оказывает Серьезного Эффекта На переросшие Сорняки И поэтому Мы занимаемся Поиском Эффективной Схемы Защиты Картофеля Сорняков Которая Позволила бы Нам Избавиться От Сорных Растений И при этом Получить Высокий Урожай В 2020 Году Был заложен Опыт С четырьмя Вариантами Обработок Первый вариант Это Наша Стандартная Схема Это Боксер Плюс Гизогард До Всходова Дозировки Три литра Боксера Два литра Гизогарда Вторая Обработка Проводилась При высоте Картофеля 10-15 Сантиметров Это Боксер Два литра И Препарат На основе Римсельфрона В датировке 25 грамм На гектар Во второй Варианте Мы Разбили Обработки Боксером На три Этапа Первая Обработка Два литра Боксера И два литра Гизогарда Вторая Обработка Тоже По Высоте Картофеля 10-15 Сантиметров Боксера Полтора И Римсельфрон 20 грамм На гектар И Третья Обработка Такая же Как и Вторая Полтора Боксера 20 грамм Римсельфрона Через Неделю После второй Обработки Проводилась Общее Количество Боксера Гизогарда Первых Двух Вариантов Абсолютно Одинаково Разница Только В количестве Обработок То есть В втором Варианте Те же Количество Только Дробно Третий Вариант Это Такая Стандартная Достаточно Схема Применения На картофеле Это Препарат На основе Метрибузина В дозировке 1 литр на гектар До всходова И Вторая Обработка Картофель 10-15 Сантиметров Римсельфрон В дозировке 50 грамм На гектар И Буанес Еще Четвертый Вариант Также Препарат На основе Метрибузина Но В составе Еще Этого Препарата Есть Фуфиноцет И Вторая Обработка Также Римсельфрон 50 грамм На гектар И Конечно У нас был Контроль Без Обработки Изначально Опыт Был заложен На 11 Сортах Но В итоге Окончательные Учеты Проводились На 5 Сортах Это Колумба Примабель Пантер Морисоль И Мемфис Все Обработки Проводились Вручную Да Как я сказал Изначально Было Один из сортов Это Были Сорта Компании Садокос И Норика Но К сожалению Из-за Неблагоприятных Погодных Условий Из Опыта У нас Выпали Сорта Компании Норика Потому Что На Участке Где Был Заложен Опыт Получилась Вот Такая Вот Картина Варианты С Обработками Их Затопило И Картофель Там Местами Практически Везде Не взошел Островался Только Контроль Который Здесь Находится Слева Остальные К сожалению Варианты Сильно Пострадали В течение Сезона Естественно Мы проводили Учеты Сорных Растений Основными Сорняками На нашем Полевом Участке Это были Послен Черный Марь Белая Щерица Запракетнутая И Осот Желтый Касательно Марь Белой Большой Проблемы Для всех Схем Этот Сорняк Не составил Все схемы С ним Отлично Справились По Послену Черному Идеально Справились Варианты С боксером И Гизагардом На 100% Нам удалось Избавиться От Послена Остальные Варианты Не так Эффективно С ним Поворились И Что касательно Послена В условиях 2020 года Он немножко Так же Пострадал От погодных Условий Не так Активно Себя Проявлял Как В предыдущие Годы Пощерица Запрокинутой Все варианты Достаточно Неплохо Себя Показали Единственное Вариант 3 С чистым Драгузином Немножко Хуже Себя Проявил Чем Остальные Варианты По контролю Все понятно Там все Отлично В этом году Основной Проблемой По сорнякам У нас был Осот Полевой Или Желтый В основном Зазаренность На Участках Где Применялись Гирпициды Была Именно Осота И Варианты С боксером Игзагардом Отлично С ним Справились Остальные Варианты К сожалению К счастью Не показали Себя Так же Хорошо Дмитрий Бузин С осотом Не справился По итогам Варианты 1 и 2 Где применялся Боксер Зазаренность Оставались Абсолютно Чистыми А на Вариантах С Митрий Бузином Наблюдалось Сильное Засарение Осотом И Немного Оставались И другие Сорняки Такие Как Баслен Черный И Щерица Забракенты Единственное Хочу Уточнить Что Митрий Бузин Он Немного Появлял На рост Осота Он его Вначале Перетормозил Но полностью Избавиться От Осота У него Не получилось Ну естественно В конце Самое главное Мы Почитали Урожайность На всех Сортах Сорт Колумба Лучший Результат Показал Вариант С трехкратным Применением Боксера 50 Тон С гектар Чуть Ниже Показал С вариант С двукратным Применением Боксера 43 С половиной Тон С гектар Остальные Варианты Ниже По Сорту Примобель Картина Похожа Только Варианты С метрогузином Показали Себе Значительно Хуже Чем Варианты С боксером В данном Случа Вариант Номер Два С трехкратным Применением Показал Несколько Худший Вариант Чем Вариант Номер Один С применением Боксера Двукратно Но это Связано К сожалению С теми же Неблагоприятными Условиями И на Участке Где Применялся Боксер Трехкратно Как раз На сорте Примобель Была Небольшая Локальная Вымочка Которая Повлияла На урожайность Я думаю Если бы Этой Вымочки Там не было То Вариант Номер Два Так же Показал Больше Урожайность Чем Вариант Номер Один Похожая Ситуация По Сорту Пантер Очень Схожа Как И с Сортом Коломбо Лучший Результат Это Вариант Номер Два Где Примялся Боксер Трехкратно Немного Хуже Вариант Номер Один Где Боксер Примялся Двукратно И Вариант Из Метробюзинов Значительно Хуже По Сорту Морисоль Картина Похожа Варианты С боксером Показали Лучшую Урожайность Варианты С Метробюзином Отстают И По Сорту Мемфис Картина Также Похожа Лучший Результат Боксер Когда Примялся Трехкратно Немного Хуже Боксер Когда Примялся Двукратно И Вариант С Метробюзином Значительно Хуже Что Можно Сказать В итоге Применение Схем Защиты Компании Сингента Против Сорняков Позволил Позволил Справиться Полностью Сорными Растениями А Применение Трех Обработок Максимально Снизило Воздействие На Картофель Что Позволило Получить Максимальный Урожай Вариантах Без Применения Гербицидов Компании Сингента Влияние На Урожайность Конечно Могу Оказать Как Влияние Самого Препарата На Картофель В виде Фикотоксичности Так И Большое Количество Сорной Растительности В частности Асота На Вариантах Где Применялись Гербициды Компании Сингента Сорняки Они Могли Встречаться Но Только На Тех Местах Где Были Вымочки И Картофель Не Взошел То Если Картофель Полностью Закрывал Участок Там Сорняков Абсолютно Не наблюдалось Вот В принципе Все Что я Хотел Сказать Спасибо За Внимание Если Есть Вопросы Постараюсь Ответить Если Кому Интересно Посмотреть Как Это Происходило В течение Сезона Вживую На Нашей Страничке В ютюбе Есть Видео С этого Участка Где Я Старался Подробно Продемонстрировать И Эффективность И Воздействие На Картофель Либо Можете Посмотреть О Результатах Опыта На Нашем Сайте В разделе Полевые Испытания Здравствуйте Всех Очень Рады Видеть Слышать Хотя Вы В виде Фамилий Так Ну Давайте Вы Прослушали Две Интереснейшие Презентации Вот Теперь Давайте Поговорим О Новинках Но Прежде Чем Говорить О Новинках Сейчас Запустится Хотелось Бы Немножечко Поподробнее Чуть Осветить Проблемы Сезона 2021 Александр Рассказал Про Проблему Части Территорий А я Хочу Затронуть Те Проблемы Которые Как Касаются Именно Фунгицидная Часть В период Вегетации Ну Прежде Всего Это Сложный Сезон Внес Свои Коррективы В начале Сезона Когда Во многих Областях Происходило Затопление Переуплотнение К почве И Особенно В случае Плохого Качества Семенного Материала Происходили Выпады Растений По Большей Части Причиной Были Именно Бактериальные Инфекции Но Зачастую Работали Просто Почвенные Бактерии Которые В обычной Жизни Картофелю Сильно Не Вредят Тот Картофель Который Был Высажен Раньше Который Успел Взойти Из образовавшейся Погоды Тоже Не Чувствовал Себя Ни В коем Случа Хорошо Потому Что Переуплотнение Почвы Приводило К тому Что Корневая Система Погибала Загибалась И Картофель Испытывал Недостатки Питания Опять Вот Эти Сильно Переувлажненные Условия Перевели К тому Что Вымывались Удобрения И Ну Такой Бледненький Картофель Явно Испытывает Недостаток Азота А на фоне Ослабленного Состояния Растений Естественно Развиваются Все Патогены И первичные Основные Патогены И вторичные Сопрофиты Которые Начинают Чувствовать У тебя Прекрасно Вот Такая Картина Была Нередкость То есть Вот Здесь На этом Фото Мы видим Клетки Бактерий И естественно При сильном Переувлажнении Это все Растекалось По полю Заражались Здоровые Растения Итог Ну вот Он прекрасен Когда уже Растение Полностью Погибло Как вторичная Инфекция Садится Антракноз Стебель Засыхает Образуется Склероции Ну в общем К сожалению Ничего хорошего На некоторых Полях Не происходило Вплоть до того Что запахивали Целые Поля Да Достаточно Большие Площади Вот И в общем Тоже Немножко Погода Исправилась В середине Сезона Но тем не менее Те бактериозы И Прочие Болезни Которые Успели Развиться Уже Вылечиться Растение К сожалению Самостоятельно Не могут И вот такая Картина Да Гибель Уже Как бы Достаточно Большого Растения К сожалению Тоже Была Нередкостью Фитофторос Никуда Не делался Не сказать Что он Прям Вот страшно Там Развился В 20-м Году Были Годы И пострашнее Там Тот же 17-й Год Когда Там Он Буйствовал 18-й Год Но Тем не менее Достаточно Ранее Проявление Было Отмечено Именно Опять На фоне Этой Погоды И на фоне Ослабленного Состояния Растений И Если Вдруг На поле Продолжалось Переувлажнение Невозможность Выйти С первой Обработкой Тоже В общем Приводило К тому Что Фитофторос Развивался И Где не успели Что называется Там не успели Вот И По-прежнему Основные Пути Сдерживания Фитофтороза Альтернариоза Картофеля Альтернариоз Скажем Не так страшно Повредил В этом году В территориях Центральной Северо-западных Частей России Поволжского Региона Как например Он Очень сильно Выстрелил В уральских И сибирских Территориях Где В отличие От центральной Части России Стояла Жара Стояла Засуха Там Температура Поднималась За 40 градусов Вот Это на ураль Который Лето Редко Видит Вот И там Действительно Развитие Альтернариоза Было Очень Стремительное Но И в том И в другом Случае Эти основные Болезни Для успешного Их контроля В первую очередь Важно Сдержать Старт А это Что Это Подавление Первичных Источников Инфекции Это Конечно Качественный Семенной Материал Это Использование Устойчивых Применение Фунгицидов Причем Не просто Фунгицидов Вот А фунгицидов Которые Имеют Хорошую Устойчивость К смыванию Которые Действительно Эффективны Против болезни И их применение В те фазы Да Когда Они Должны Применяться Для того Чтобы именно Сдержать Источники Инфекции Ну Программа Защиты Картофеля У компании Сингента Начинает Меняться Каждый год Или хотя бы Два Раз в два Три года Мы предлагаем Что-нибудь новенькое Но основной портфель Остается тот же В котором Предусмотрены Продукты Для защиты При посадке В котором Предусмотрены Инсектициды Для внесения В почву И инсектициды Для работы В период Вегетации В котором Очень мощный Фунгицидный Портфель Защита От сорных Растений В период Вегетации И препарат Для диссекации И у нас Начинают Появляться Новинки Я вам сейчас Представлю Как бы Новинки Которые ожидают Регистрации В 2021 году Вот И которые уже Зарегистрированы Но поговорим Мы про одну В первую очередь Это Наш новинка Сергей уже Так проанонсировал Редамил Голд Эйр Вы наверняка Про него уже слышали Мы представляли Очень кратко Этот препарат На нашем Осеннем вебинаре Вот Ссылка на вебинар Будет в конце Презентации Если вдруг Кто-то случайно Не видел Вот Дальше У нас Ждет Регистрации Новый препарат Предпосадочной Обработки Действительно Очень качественный Протравитель Сегодня про него Рассказывать не буду Но как только Препарат Потому что В продаже его В 2021 году Пока не будет Он стартует В 2022 году Вот У нас будет Еще два новых Фунгицида Один Чисто Противофитофторный С великолепным Эффектом Это Кариалфлекс И Противоальтернариозный Фунгицид Абсолютно Новая Молекула Не имеющая Аналогов На российском Рынке Сейчас Этот препарат В мире И в Европе И в России В общем-то Стартует Препарат Миравис Ну вот Такие новиночки Нас ждут А поговорим Мы сейчас Про одну из них Про препарат Редамил Голд Эр Который Успешно Занимает Своё место В портфеле Я считаю Что Очень Качественно Закрывает Ту нишу Которая До сих пор Оставалась Незакрытой Ну то есть Смотрите В принципе По последовательности Остается Всё то же самое Да Юниформ Как удачный старт То есть Сдерживание Фитофтороза На начальных Этапах Развития Как В виде Клубневой Инфекции Так и В виде Мицелия Прорастающего В почву То есть Подавление Именно Первичных Источников Инфекции Обработки Контактным Препаратом Шерлан В начале И в конце Вегетации Для обездвиживания Тех зооспор Которые Присутствуют В почве И подавление Здесь Начальных Источников Здесь Как бы Передисекацией Для Снятия Зараженности Ботвы Редамил Голд МЦ Препарат Который Применяется В фазу Активного Роста Потому что Обладает Высокой Системностью Препарат Ревус И Ревустоп Чисто Против Фитофторы Или для Контроля Фитофторы И альтернарии Наш Неизменный Старый Добрый Браво Который По-прежнему Я считаю Что препарат Один из лучших Среди Контактных Препаратов Потому что Стоп Эффект Остановка Именно Контроля Контроль Альтернариоза И фитофтороза Одновременно В конце Сезона Это Важное Мероприятие Когда у нас Надо додержать Картофель Чистым До ботвы И вот Редамил Голд Р Который Занимает Своё место В середине Вегетации А когда И почему Сейчас поговорим Поподробнее Что он из себя Представляет Это смесь Мифиноксама В той же Дозировке Гектарной Нормы Как и В редамиле Голд МЦ Плюс К нему Добавлен Оксихлорид Миди Препаративная Форма ВДГ Водно-диспергируемые Гранулы Регистрация Будет На картофеле Томате И огурце В открытом Защищенном Грунте Луки И виноград Ну и Соответственно Спектр болезней Это Фитофтороз Альтернариоз На томатах Пероноспороз Огурец Лук И мильки И антракнос На винограде Рекомендованы Дозировки 4-5 Килограммов На гектар Все-таки Если кто-то На картофеле Смотрите Трехкратное Применение То же самое На луке Ну виноград Во мне актуален Вот Но вдруг У кого-то есть Вот И двукратное Применение На томатах И огурцах Дозировка В принципе 4-5 килограмм Но 4 Чисто профилактическая Но все-таки Я не рекомендую Использовать Минимальные дозировки Потому что Ну Мало кто У нас работает Действительно На профилактику А все-таки Сдерживающий эффект Лучше оказывает Препарат В максимальной Дозировке Что умеют Компоненты Препарата Мифеноксам В принципе Тот же самый Мифеноксам Что и в редомиле Голд МЦ То есть Контроль Оммицета Фитофтороз Ложно мучнист Тарасяные грибы Ингибирование Роста мицелия Очень высокая Системность И подавление Синтеза Рибосом Оксихлорид Меди Это контактный Продукт Который Обладает Мультисайтовой Активностью То есть Он воздействует Сразу на Несколько Точек Патогене Он контактный Вот И как бы Оказывает Не только Фунгицидное Но и Бактерицидное Действие На организм Про Мифеноксам Мы рассказываем Практически На всех наших Семинарах Но я просто Кратко Напомню Что это Самый Быстро Растворимый Препарат И соответственно Обладает Самой Высокой Системностью И Возможностью Передвижения Внутри Растения Длительность Действия До 14 Дней После Обработки Ну в принципе Период Полураспада Мифеноксама 21 День Вот Единственное Что все-таки На 14 День Если что Запасы Мифеноксама В организме Растения Нужно Восполнить По сравнению С другими Системными Продуктами Он обладает Самой Быстрой Скоростью Распространения По листу И При нанесении Все-таки На растущие Части Растения То есть Предпочтение Отдается Либо почвенному Внесению Либо нанесению На междоузли Именно тогда Системность Препарата То есть Его Акропитальное Передвижение Будет максимальным Соответственно Защита растений Тоже будет Достаточно Эффективной Потому что Нанесение на лист Все-таки Препарат Передвигается Как и Большинство Системных Препаратов По растению Только вверх Не передвигается Он при обработке Ботвы В нижнюю часть Растения Не попадает Он в клубни Он всегда Передвигается В растущие В отрастающие Части растения И вот Подходим Мы к той Проблематике Которая на данный Момент На сегодняшний день Практически Не имела решения Опять напоминаю Про бактериозы На картофеле Проявление Бактериозов Самое разное Чаще всего Мы конечно Ну если Скажем Говорить О некачественных Семенах Мы видим Маленькие растения Которые Погибают Где-то на фазе Полных сходов Из-за того Что сгнил материнский Клубень И корневая система Не успела развиться Бактерии Забивают Сосудистую систему Растения Растения Просто гибнет Гораздо сложнее Отловить И проконтролировать Бактериозы Которые Развиваются В середине сезона Как было В этом году На ослабленных Растениях Приводящих К выпадам И полной гибели полей Как часто Происходит Когда Растения Испытывают Стресс В середине сезона То есть Бактериозы Передвигаясь По растениям Вот такое Проявление Дикея Почернение Корешков Листьев Почернение Стеблей Впоследствии Слизнение И вот Проявление Пектобактериума Тоже Слизистая Перетяжечка И Загнивание И именно Переламывание Ботвы Ну и соответственно Все эти бактерии Попадают в клубни Либо растение умирает Либо оно все-таки Успевает сформировать Клубни Которые в свою очередь Тоже становятся Источником инфекции Ну помимо борьбы С бактериозами Есть проблема Борьбы с бактериозами С помощью Медь содержащих препаратов На сегодняшний день Меры борьбы С бактериозами Включают в себя Целый комплекс Мероприятий То есть это не одно Какое-то условие Это и контроль Семенного материала Это и Агротехнические Мероприятия Это и Фитосанитарные Мероприятия В виде прополки Это и подготовка Хранилищ И правильного хранения Ну и конечно Попытка проконтролировать Бактериозы В период вегетации А тут в общем-то Единственным бактерицидом Разрешенного К применению В сельском хозяйстве Являются Медь содержащие препараты Просто для того Чтобы понять С какой скоростью Бактериозы Способны накапливаться В растениях Вот вам пример Был у нас такой опыт В 2018 году Работали мы Сортом ВР-808 Перед посадкой Проанализировали Семенной материал Обнаружили Очень ничтожное Меньше 1% Для первой репродукции Допустимое Погост количество Пиктобактериума Даже не дикие То есть не самый страшный Патоген Вот То есть Ну менее 1% Посадили Год был Как раз для бактериозов Очень удачный То есть были Перепады погоды Влажная погода Чередовалась С сырой То есть картофель Испытывал стресс Мы никаких мер Для контроля Бактериозов Не предпринимали Вот То есть было Стандартное выращивание А потом Проанализировали Количество бактериозов В новом урожае Так вот За один сезон Вот в провоцирующих Условиях Накопление поднялось До 15% Это очень высокий процент То есть Если бы мы Вот Оставили в хранилище И нарушились Какие-то условия Хранения То картинка бы выглядела Вот так Вот То есть Ну Считайте Половина урожая Просто сгнила Вот Поэтому Проблематика такая Существует Мер борьбы с ней Нет Есть Бактерицидные препараты Но вопрос В их качестве Ну Про мифеноксам Мы немножко поговорили В составе ридомила А что же там Заметь-то такая Почему вдруг Ридомил Голд-Р Танет Если не панацея Да То методом сдерживания По сравнению С другими Медь-содержащими Препаратами Вообще Медь имеет Ну Наидревнейшую Историю Вот Кто хочет Может почитать Вот Но Нас интересует Медь в защите растений Она начала Применяться Достаточно поздно И Слово Бордовская жидкость Я думаю Известно каждому Даже не только Сельхозпроизводителям Но и каждому Дачнику До сих пор Этот препарат Как бы Остается на рынке Единственное Он разрешен Только для применения В ЛПХ Почему Ну Основные Соединения Меди Которые Имеют регистрацию И которые Присутствуют На рынке На самом деле Меди Как мы видим Металл Может присутствовать Только в виде Каких-то соединений То есть Трехосновный Сульфат Меди Очень Слаборастворимый Продукт Вот Он применяется Но не так много Препаратов Бордовская жидкость Как я уже сказала Это соединение Сульфата Меди И гидроксида Кальция По фунгицидной Активности Скажем Он реально остается Номер один То есть У него фунгицидная Активность Насчет вот этой Сложной молекулы Самая сильная Но При этом Он самый ядовитый То есть Именно поэтому Его Применение В сельском хозяйстве Запрещено И плюс У него Достаточно сильная Фитотоксичность По отношению К растениям Гидроксид Картофитотоксидная Как бы Имеет значение Медроксидная Меди Бредомили Голд 141 кг На гектар И всего Суммарная Дозировка На гектар 710 г Конечно Фитотоксичность Уже снижается В разы Вот И Возможность Использования Препарата Увеличивается Как же Собственно говоря Наши формулянты Взяв Обычную Хлорокисмеди Добились Такого Снижения Количества Оставив При этом Препарат Эффективным Улучшить Иногда Свойства Препарата Можно Всего лишь За счет Изменений Его формулы Ну вот Представьте себе Средство От головной боли В виде таблетки И в виде Суспензии Таблетка Должна Раствориться Для того Чтобы подействовать Суспензия Моментально В общем Поскольку она Жидкая То есть Ей не надо Растворяться Она моментально Всасывается Действует Гораздо быстрее Вот наши формулянты Тоже над этим Поработали Но Раствор Должен быть Устойчив Они взяли Частицы меди Которые В стандартном СП Смачивающемся Порошке Имеют размер От 5 до 10 Микрометров И Раздробили Их До размеров 1 микрометр То есть Повысили Дисперсность Частички Стали более Мелкими И соответственно Они гораздо легче Сохраняют Стабильность В растворе То есть Эффективность Повышается Частички Лучше Удерживаются На растения Лучше Растворяются И соответственно Оказывается То же самое Количество Но более мелкое То есть Из 5 микрометров Получилось 5 частичек По 1 микрометру Соответственно При большем Количестве При меньшем Количестве Препарата Его эффективность Выросла И второй момент Есть такое понятие Как коллоиды Коллоидные системы Все кто химию учил Знают Кто учил Высшую химию Для них это был Просто Для меня это был Кошмар Коллоидная химия Вот Но тем не менее Это одно из В общем Таких хороших Химических Что они Из себя представляют В коллоидном растворе В коллоидной системе Все частицы Имеют одинаковый заряд Все знают Что если частицы Разно заряжены Они притягиваются К друг другу То есть Как в СП Вот И соответственно Образуют сгустки В коллоидных системах Частицы Имеют одинаковый заряд А одинаково заряженные частицы Отталкиваются Друг от друга Ну то есть Фактически Что у нас происходило В период пандемии Соблюдайте Социальную дистанцию Вот где все частицы Дружно соблюдают Социальную дистанцию И размер этой дистанции Ограничивается Только стенками сосудов Которые данный продукт Помещен Вот Большинство коллоидных систем Как вы знаете Прекрасно Гелий Это одна из самых стабильных Как называется Одна из самых стабильных Формуляций Вот Здесь взяли И Вот эту медь Поместили Во-первых И смельчили А во-вторых Сделали из нее Коллоид И соответственно Препарат стал Растворим То есть Проблем нет Частички мелкие Препарат стал Достаточно безопасен Потому что Количество Ядовитого компонента Меди снизилось вдвое Препарат стал Более устойчив К смыванию Потому что Частички мелкие Они лучше Распределяются На листе И препарат стал Безопасен для растений Потому что Меди мало Вот То есть Таким образом Создали Как бы Новый препарат Который Решает Большинство проблем Именно применение Медсодержащих препаратов То есть Остатки в баке Неудобства в растворении И воздействия На окружающую среду Единственное Что хочу сказать Я как бы Говорю про бактериоз Я говорю Про воздействие На бактериозы Но Медь Это контактный продукт То есть Она не может Проникнуть Внутрь растения Бактериозы Передвигаются По сосудам Вот Она не может Вылечить больное растение Она Единственная Ее задача Это предотвратить Распространение От больных Растений К здоровым То есть Фактически Мы надеваем На растение маску Которая С одной стороны Не даст инфекции Из больного растения Вылететь И заразить здоровое С другой стороны Вот эта вот маска На здоровом растении Предотвратит И заражение Потому что Медь будет Находиться снаружи И бактерии Будут гибнуть Скажем При ее Присоприкосновении С ней Вот Не вылечит Больные клубни Не контролирует Латентную форму Но снижение Распространенности Увеличивает Очень и очень сильно А зачастую Кстати сказать Проблемы Создают Все сами Производители То есть Я уже Неоднократно Приводила Несколько Примеров Когда Несоблюдение Элементарных Свойств Ну то есть Поехал там Трактор На поле Зараженное Бактериозами Провел обработку И тут же Этот трактор Едет на чистые Семенные посадки На колесах Перенося Бактериозы А контактный Способ Распространения Бактерий Один из самых Самых Популярных Вопрос Когда можно Применять Редомил Голд Р В принципе Он сохраняет Все свойства Редомила Голд МС Который Никуда Не девается Который Остается В системе То есть Профилактика Фитофтороза Контроль Первых Симптомов Альтернариоза И при Применении Профилактически Профилактика Распространения Бактериоза В более Поздние Фазы Мы опять же Не говорим Что лечение То есть Фитофтору Мы должны Контролировать Все равно Профилактически И не допускать Ее появления Но в более Поздние Сроки Именно Когда у нас Происходит Вот это Внешнее Проявление Бактериозов На стеблях Растений С одной Стороны Продолжается Контроль Фитофтороза Альтернариоза И с другой Стороны Мы как раз Создаем Вот этот Защитный Слой Который Снижает Нам Распространенность Бактериозов По полю Препарат Достаточно Устойчив К смыванию Вот То есть При соблюдении Стандартных Правил За час Или через Один час После полива Эффективность Препарата Полностью Сохраняется Ну то есть Вот Если мы Посмотрим По фазам Да Вот у нас Фаза для Редомила Голд МЦ Редомил Голд Р Может применяться Как здесь Но и по сравнению С редомилом Голд МЦ Может сдвигаться На более поздние Фазы развития Единственное Что я вам Хочу сказать По Альтернариозу У редомила Голд МЦ Эффективность Против Вот этого Первого Альтернариоза Который На почве Который Разлетается И становится Источником Инфекции За счет Манкоцеба Выше У редомила Голд Р Эффективность Против Альтернариоза Который Уже Появился На листьях У редомила МЦ Лучшая Эффективность Против Альтернариоза Которые Первые Симптомы Наши Источники Заражения В том числе Альтернария На почве Поэтому В принципе В этой Системе Получается Препараты Не Являются Взаимоисключающими А скорее Становятся Взаимодополняющими Вот То есть Если между Ними Применяем Ревус Ревустоп То есть Любой Другой Препарат Соблюдая Антирезистентную Стратегию С иным Механизмом Действие Относящиеся К другому Классу То Применение Обоих Препаратов В системе Абсолютно Допустимо И в общем-то Даже Рекомендовано То есть Мы контролируем Более широкий Спектр Заболеваний Ну и просто Несколько Примеров Как это Выглядит Потому что Я так Красиво Вдохновенно Рассказываю Про формуляцию Давайте Посмотрим Как это Выглядит В натуре Спасибо Нашим Итальянским Коллегам Которые Для нас Вот это Все Сделали Ну вот Сейчас Прям Вот Раз Вот Медь Содержащий Продукт Наш Вот здесь Смачивающийся Порошок Вот здесь У нас Вдг Ну вот Потрясли Мы его Сейчас Так Стряхнули Теперь Вдг Тоже Сыпем Вот уже Видим Что препарат Гораздо Легче Засыпался В стакан И Потрясем Это Вот Предыдущая Формуляция Редомила Голд Р Над которой Поработали Наши Формулянты Превратив Ее Из Смачивающегося Порошка Вот Вдг Который Не пылит Не оседает На стенках И В общем-то Отлично Растворяется На самом деле Когда регистрация Препарата Запускается После этого Проходит Пять или Больше лет То есть Пять лет Назад Он был Вот такой Но Поработали Над формуляцией Он стал Вот такой Вот Соответственно Это Мелкие частицы Идеальное растворение То есть Вот Мы засыпали Препарат Через Две секунды Он пошел Растворяться Через пять секунд Мы имеем Стабильный Раствор Который Никуда Не девается Остается Постоянным Типичное Медное Окрашивание Зелененькое Но при этом В баке Опрыскивателя Когда мы Заливаем Вот он Наш Редомил Голд Р Засыпали Перемешали И все Фильтры Чистые Не забиты Продуктами В баке Чистые И обратите Внимание Нет Вот этого Зеленого Осадка Который Бывает После применения Стандартных Медседержащих Препаратов Ну и по поводу Распределения На листу Вот то что я вам Говорила Про Однозаряженные Частицы То есть СПшечка Вот она Притянулась То есть Образовывала Такие Конгломераты Вот Однозаряженные Частицы Распределились Равномерно И даже После В общем Такого Небольшого Дождичка Вот Остались На месте По мне Так даже Перераспределились Чуть лучше Опытов По данному Продукту Было Немного Потому что У нас Как-то Внезапно Эта Регистрация Пошла Но В 17 Году Который Был Фитофторный У нас Все Продукты Первый Раз Попадая В Рассивные Испытания Оказываются Ну просто В экстремальных Условиях Фитофторный Год Наш любимый В ней Фитопатологии Первая Проверка Редамил Условия Были Очень Жесткие Редамил Испытывался В дозе 5 кг На гектар Профилактическое Применение В сравнении С общеизвестным Стандартом Не так уж Много Нормальных Медседержащих Препаратов На рынке Понятно Что в контроле Все очень быстро Умерло И сгорело Эталонный Препарат Дожди Были Такие Знатные И по мере Смывания Препарата Даже при Четырех Обработках Эффективность Ну 60% Поражения Фитопатология Было Редамил Сдержал Гораздо Лучше Вот Поражение В итоге Все-таки Было Потому что Четыре Обработки Это маловато Вот Надо было Еще чем-то Дополнять Но была Задача Испытать Как бы Его В сравнении С эталоном Ну и По урожайности И самое главное По товарности Препарат Показал себя Прекрасно Мы Когда Приезжали На учеты Смотрели Там реально Было Меньше Гнилых Клубней То есть Наряду Вот с этим Сопливым Годом Там не только Фитофтороз Клубням Вредил Но естественно Была бактериальная Инфекция И по факту Почти 90% Товарность В столь Тяжелый год Это на мой взгляд Был отличный Результат Вот Поэтому Обратите внимание Препарат Получил Регистрацию Уже Можно Заказывать Это действительно Хороший Медь Содержащий Продукт Для защиты Различных Культур Он Очень Мягкий Культур Он Обладает Отличной Растворимостью Устойчивостью К смыванию Кстати сказать Смотрите У меди Есть еще Одно Свойство То есть Ее Практически Нельзя Ни с чем Смешивать Формуляция ВДГ И вот Эта Мелкая Дисперсность Позволяет Применять Ее Совместно С Другими Препаратами Ну Когда Там Нужно Примешать Изобион Инсектицид Удобрения Какие-то То есть ЖКУ Вот Вот Эта Формуляция Меди В принципе Это Разрешает Сделать Поэтому Знакомьтесь С новинкой И я надеюсь Она займет Достойное Место На ваших Полях И поможет Получать Более Качественный Картофель Знакомишься С вопросами Я вот тут Вычитал Вопрос От Алексея Болотина По гербицидам Я пока С твоего позволения Отвечу Пока ты читаешь Вопросы По фунгицидам Хорошо Алексей Спрашивает Как Влажность почвы Высота сорняков Температура Воздуха Именно на Эффективность Гербицидов И можно ли Использовать Фюзелат Для Ну Он так Интересно Написал Для лучшего Усвоения Вот Алексей Отвечаю Если мы Говорим Про продукты Гизогард И боксер Да И говорим Про их Почвенные Действия И применяем И до всходов То Влажность почвы Оказывает Огромное Значение Да И чем выше Влажность почвы Тем будет Выше Эффективность Что Гизогарда Что Боксера Вот Касательно Температуры Воздуха Но Температура Воздуха Не должна быть Ниже 10 градусов Но и желательно Она не должна Подниматься Выше 25 градусов Есть Есть очень Жесткие требования По температуре По верхним Значениям У римсольфуронов Там Ни в день Применения Ни на следующий День Применения Температура Воздуха Не должна Повышаться Выше 25 Градусов Добрался До своего Целевого Объекта До сорняков Когда Картофель Достигает Больших Размеров Он Формирует Зонтик И Собственно Говоря На себя Сорбирует Весь продукт И на сорняки Просто-напросто Не попадает Когда Мы Мешаем Фюзелат В какие-то Баковые Смеси С различными Продуктами То Здесь Возможно Усиление И оно Прежде всего Будет связано С тем Что У него В составе Очень-очень Сильный Прилипатель Потому Как Его Основная Цель Это Злаковые Сорняки А у Злаковых Сорняков Определенный Габи То есть У него Листья Располагаются Под углом 45 градусов И Меньше Поэтому Продукт Очень сложно Удержаться На листьях Поэтому Его состав Добавляет Очень хитрый Сложный Прилипатель Когда Его Мешаются Другими Продуктами Он Может Усиливать Действие Других Продуктов Но Все-таки Мы Рекомендуем Использовать Фюзелат Форта В чистом Виде Господа Давайте Работать Превентивно Давайте Контролировать Сорняки Начиная С ранних Этапов Их Развития Не дожидаясь Когда они Вырастут Выше Картофеля Это Самое Правильное Решение Ладно Давайте Отвечаю На Вопрос Вопрос Хорош Интерес И Правильный Можно В очередной Раз Озживать Поэтапное Применение Системных И Контактных Фунгицидов Очередность Обусловлена Фазами Развития Картофеля У Картофеля Есть Очень В отличие От многих Других Культур Очень Четкие Фазы Развития То есть Первое Мы Посадили Клубень Первое Что он делает Он Формирует Корневую Систему От матери От материнского Клубня И Пока Это Происходит Надземная Часть У нас Практически Не Развивается Но Фитофтороз Который Присутствует В почве Или Материнских Клубнях В этот Момент Уже Прорастает По Сосудам Либо Через Корневую Систему И Может Первые Симптомчики На листьях Давать Именно Поэтому В эту Фазу Важно Применение Контактного Продукта Просто Для Того Чтобы Снять Первые Симптомы Фитофтороза Достаточно Шерлана В принципе Любой Контактный Продукт Который Просто Эти Симптомы Уберет А вот Дальше Картофель Сформировал Корневую Систему И Начинает Понимает Что ему Надо Чем-то Питаться Ему Нужна Вегетативная Масса Начинается Активный Рост Ботвы Сначала Смыкание В Редках Потом Смыкание Между На Растение Будет Распространяться По всему Растению Как я вам Показывал Перед Межжение Мефеноксама От нанесения На междоузли Вверх По растению Именно В этом Случа Применяется Системный Продукт Системный Продукт Компании Сингента Типа Редамил Кто-то Использует Системный Продукт Других Компаний Важно Чтобы Препарат Передвигался Вверх По растению То есть У него В свойствах Было прописано Акропитальное Передвижение Дальше Картофель Как бы Останавливается Уже у нас Начинается Цветение Картофель В росте Останавливает То есть Продолжает Наращивать Листики Но такого Активного Роста Стеблей Не наблюдается В принципе Достаточно Тут Нужна Защитная Активность Потому что Начинается Произошло Накопление Патогена В почве И он Начинает Активно Лететь Если не С ваших Полей То с соседских Там С огородов И так далее Точно Нужен Препарат Который С одной Стороны Создает Защитный Слой На растение С другой Стороны Умеет Передвигаться В пределах Листа Потому что Нарастание Листовой Массы Еще идет Трансламинарный Продукт Ревус Ревустоп Ну не буду я Чуждые нам Продукты Называть Да Вот Хотя У других Компаний Тоже есть Очень хорошие Продукты И их Использования В рамках Антирезистентной Стратегии В общем-то Весьма Оправданно И все Потом у нас Начинает Конец Вегетации И наша Задача Уже просто Поддерживать Тот уровень Сдерживать Развитие Болезни Да Не допускать Ее попадания К клубням То есть нам Ботва уже Не так важна Но ботва В данном Случа Если изначально У нас источником Инфекции Была почва И семенные клубни Здесь все Происходит С точностью До наоборот Ботва Становится Источником Инфекции Для клубни Нового урожая Соответственно Что нам нужно Нам нужно Подавить Фитофтору На ботве Поскольку ботва Не растет Достаточно Контактного Продукта Который Например Обездвиживает Зооспоры И не дает им Зооспоры У фитофторы Подвижны И не дает им Доплыть до наших Молодых клубней И заразить их И вот Собственное Чередование Контактный Системный Трансламинарный Контактный Вот Как бы Достаточно Простая Система Именно Связанная С фазами Роста Растений Так Понятно Я надеюсь Алексей Так Насколько Дороже Редомил Голд Р Относительно Редомила Голд МЦ На 1 Га Гектарная Норма Будет Чуть-чуть Дороже Чем Редомил Голд МЦ Пока Что Пока Вот Там Посмотрим Насколько Продукт Как бы Получит Популярность Так Подскажите Пожалуйста ДВМ и Финоксам Можно применять На семенных посадках Для контроля Фитофтор Да Можно И применяют И в Европе Применяют Просто Когда мы Начинаем Искать Там Например Редомил Голд МЦ В Голландии Дали в Бельгии Вот У них Он просто Называется По-другому У них Есть просто Редомил У них Есть Фубол У них Есть Как бы Другие Продукты Которые Применяются Единственное Что На семенных посадках Все-таки Рекомендуется Именно Профилактическое Применение Кстати Редомил Голд Р На семенных посадках Я вот прям Даже буду Рекомендовать Именно Для Сдерживания Распространения Бактериозов А для семенного Картофеля Заражение Бактериозами Это одна Из самых Основных Проблем Поэтому Дамифиноксам Там используется Единственное Не Три обработки Как это делается На столовом Картофеле Да Но Одна Две Все зависит На семенном Картофеле Никто Как правило На обработках Не экономит Потому что Задача Вырастить Качественный Семенной Материал И одна Две Обработки В общем-то Допустимы И никаких Противопоставлений Если вы Используете Препараты Еще из других Групп Нет Так Подскажите Периодичность На одном поле Препаратов Содержащих Азоксистрабин Азоксистрабин Если вы Вносите его В почву Да То Почему У нас Например В Европе И во многих Странах Квадри Зарегистрированы По вегетации Вот У нас Квадри Зарегистрированы В почву Потому что Применение Азоксистрабина Из-за его Периода Полураспада Предполагает Либо почвенное Применение Либо применение По вегетации Опять же Он не обладает Базипитальным Передвижением То есть Он передвигается Вверх Поэтому Если Скажем На поздних Сортах Можно использовать В почву И потом Небольшое Количество И в качестве Контроля Альтернариоза В принципе Допускается С помощью Разрешенных Препаратов На овощах Такое есть Но Практика Показывает Что применение Азоксистрабина Содержащих Препаратов В почву Вполне Достаточно Для контроля Большинства Болезней Как подземных Так и надземных И Не остается Он в почве То есть Разрушается Он В общем По азоксистрабину Вопросов По Именно остатков В почве Ни по нашему Законодательству Ни по европейскому Законодательству Нет Другим препаратам Даже нашей Компании Скажем Они есть в России Но они не имеют Регистрации в Европе Из разных Законодательств По отношению К остаткам В почве По азоксистрабину Такого нет Так Хлоройкисмеди Не ускоряет Процесс Именно на картофеле Да Почему мы говорим О фитотоксичности Меди То что Хлоройкисмеди В больших Количествах На яблоках Мы например Это сразу видим В виде сетки Плодов Вот Вот Как бы Действительно Этим обладать Поэтому у нас Знаете Когда Редомил Р Еще только Мы подавали Даже не в регистрацию Да Просто вот Заявку на этот продукт Первые опыты Которые мы попросили Сделать наших Коллег В Европе Это опыты По фитотоксичности То есть проверить Потому что мы сами боялись Медь у нас славится Своими Убивающими свойствами Именно поэтому Они стали работать Над формуляцией И вот это уменьшенное Количество меди Ее мелкая дисперсность Приводит к тому Что даже на таких Чувствительных культурах Как виноград Фитотоксичности Не вызывает Сразу скажу В Европе Редомил Голд Эр Применяется пока Только в Италии На винограде Но применяется Он там достаточно Ну вот Чуть пораньше Они чем мы Зарегистрировали И у них вот именно В этой форме Проблем с виноградом И с плодовыми деревьями Никаких нет Поэтому вот Новая формуляция Для того и разработана Чтобы Сделать его Не только эффективным Но и безопасным Вот Ну плоды на карту Никому необходимы Так Есть ли ограничения По совместимости Редомил Голд Я уже сказала В принципе у Редомила Голд Эр Таких ограничений нет По сравнению с другими Медь содержащими препаратами Потому что Медь не в активной форме Как флорокиси Или гидроокиси Меди А в коллоидной форме То есть можно смешивать С инсектицидами Мы единственное что Мы как бы все равно На всякий пожарный Серию опытов Заказали Нашей технической поддержки Именно по сохранению Эффективности Всех компонентов Смеси Проверим смесь С инсектицидом Проверим смесь С удобрениями Вот Но Итальянцы Скажем Применяя на винограде Смешиваются С инсектицидами Проблем у них Они сказали Нет Мы как бы даже не заморачивались У нас таких проблем Не возникало Все работает Достаточно хорошо Вот Так Мифеноксам в Европе Нет Посмотрите Металлоксил Зарегистрирован Это Предшественник Мифеноксама Мифеноксам Это очищенный металлоксил В Европе У компании Сингента Мифеноксам В России У компании Сингента Мифеноксам У других компаний Металлоксил То есть Мифеноксам С эффективностью 50% У нас Мифеноксам С эффективностью 100% Да Это действительно Один из Это Эрэнантомер Металлоксила Вот Поэтому Мифеноксам Это очищенный Металлоксил Точно так же Как медь Это очищенная И преобразованная Наша медь Это преобразованная Хлорокисмеди Так Что еще Саша К тебе тут вопрос Какие краснокожурные Я вижу вопрос От Муравьева Владимира Он спрашивает Какие еще Краснокожурные Сорта Кроме Балтики Набирают популярность У производителей Владимир На самом деле Нынешний рынок Таков Что Запрос от него На красивый Красный картофель Который можно Подработать Либо помыть Либо пропустить Через щетки Поэтому у него Должна быть Яркая кожура У него Не должно быть Сетки У него должен быть Неглубокий Глазок И определенная Форма Таких сортов На самом деле Немного Несмотря на то Что на рынке Обилие красных сортов И ключевых сортов Пожалуй На сегодняшний день Три Это Балтика Это Мерлот И Кармен Три таких Вот ярких Сорта Наверное В ближайшее время Рынок Который будет Активно спрашивать По альтернарии От Алексея Вопрос Альтернарию На следующем году Регистрируется Очень хороший продукт По которому Честно По альтернарии Будет номер один Без всякой скромности Я его название называла Но потом расскажем Когда поступит в продажу Раньше как быть Смотрите По альтернарии Саша Дайте я уже договорю По альтернарии На самом деле Поскольку мы Достаточно много Совместных исследований Проводим С институтом Фитопатологии И они Разрабатывают Стратегии Используя Различные препараты Вот тут совсем Недавно Мария Алексеевна Кутнецова Рассказывала Там Чисто такой Междусобойчик был Но она рассказывала Опыты Которые у них Академические Которые нигде Не публикуются Они делают их Чисто по заданию Сельхозакадемии И так далее Именно по контролю Альтернариоза Использовали Они четыре Разные схемы И суть этих схем Заключалась в том Что они включали Ну там Компания Сингента Препараты были То есть там были Препараты всех компаний Там и Басовские Были и Байеровские Были и так далее Но суть Заключалась в том Что они включали Защиту от Альтернариоза На разных этапах То есть где-то Включали как положено Там во второй половине Вегетации В цветение Включали противоальтернариозные Препараты Где-то Скажем Перемежали То есть Одна чисто Противоальтернариозные Потом пропуск Вот Альтернариоз И так далее Вот Я не буду рассказывать Там опыт был Достаточно длинный Но по сути Она подтвердила Что В борьбе с Альтернариозом Работает в принципе Тот же самый принцип Что и в борьбе с Альтернариозом Та стратегия Которую сейчас Активно развивают В Европе Начинать Включать обработки Противоальтернариозными Препаратами Пусть даже Не самыми дорогими Хотя они использовали Ну у них Скажем Так Только Манкоцеп Там провалился Ну когда они Чисто его против Альтернариоза Использовали На уровне контроля Вот Противоальтернариозными Препаратами Начинать с первой Обработки Со смыкания ботвы Почему я вам сказала И сделала акцент Сегодня Что Редамил Голд МЦ Вот в эту фазу Фазу смыкания ботвы Хороший продукт Именно из-за того Что есть Манкоцеп И есть первичный Контроль альтернарии Дальше Лучше все-таки Работать Противоальтернариозными Препаратами Более высокого уровня То есть Манкоцеп Скажем В условиях полива Или в условиях Дождливой погоды Оказывает Только сдерживающее действие Именно контроль Альтернария Осуществляет У нас там Ревустоп У других компаний Есть тоже свои продукты Но они Неконтактного действия И вот хотя То есть Три обработки Суммарно У них было И она сдержала Лучше Чем четыре Обработки Начиная с самого начала Поэтому Вот это вот Нет Зачем Ревустоп Достаточно там Редамил Или хотя бы Манкоцеп При высоте ботвы 15-20 сантиметров Вот А потом Уже Через где-то Две недели Следующую обработку Мы включаем Уже допустим Ревустоп Да Или там Чисто противоальтернариозный продукт Ну хотите там Скор включите Хотите там Сигнум включите Вот Но Главное Что потом Каждые две недели Должна быть Обработка против Альтернариоз У них суммарно Было три обработки Сдержала Ну Великолепно просто Поэтому главное Включить вначале Подавить источник инфекции И использовать потом Не Манкоцеп А более совершенные продукты Вот и все Трех обработок За сезон От альтернарии Вполне достаточно Для сдерживания Этой болезни Так Ну я надеюсь Я исчерпываю Еще просто На этот вопрос ответил Так У прометрина Возможна фитотоксичность Особенно на дженериков Прометрина Очень высокая Фитотоксичность Если вы работаете По всходам Саша Я у тебя сейчас хлеб Отбираю Просто опыты Прометрину Тоже сделали У дженериков Она гораздо выше Чем у оригинального Гизагар Это даже не обсуждается Не работайте По всходам Работайте Превентивно Да Светлан Ну еще дополню Здесь касательно Дженериков Прометрина Очень сильная Фитотоксичность Возможно При промывном Водном режиме Либо Попадает Либо Полив Там 30 миллиметров И более Здесь Фитотоксичность Возможно Ну что Спасибо Я надеюсь Все Получили Интересную Информацию Да Коллеги Вопросов Вроде бы Больше нет Тогда С вашего Позволения Мы Заканчиваем Нашу Конференцию Наш Зум Всем Спасибо Пока Пока Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует